Всем привет, друзья! На связи Пятый Элемент. И мы хотели бы поговорить с вами про семью, а точнее про отношения братьев. Вы наверняка знаете, что каждому старшему брату достается все самое лучшее. Или все это самое лучшее он отбирает у младшего брата. Так же бывает и в смартфонах. Например, у одной яблочной компании при выпуске новых флагманов у уменьшенной версии может пропасть вторая камера или еще что-нибудь крутое. 27 марта компания Huawei представила сразу три новых смартфона в своей линейке P. P20 Pro, P20 и P20 Lite. И если до старшего брата P20 Pro мы еще не дотянулись, то до двух помладше P20 и P20 Lite вполне. Давайте же узнаем, все ли самое лучшее досталось старшему брату, либо же младшим тоже есть что ответить. Друзья, вашему вниманию у нас обзор сравнений двух телефонов. Huawei P20 и P20 Lite. Поехали! Встречают нас два по-модному вытянутые в этом сезоне смартфоны с отношением экрана практически два к одному. Оба имеют стеклянную заднюю крышку. На ней расположены модули вспышки, а также модуль выступающей двойной камеры. К ним мы еще вернемся. Также на крышке Lite версии имеется датчик отпечатков пальцев. Теперь о гранях. Обе металлические. В P20 это хромированный металл, в версии Lite это матовый алюминий. На правом боку на двух смартфонах качетки громкости и кнопка питания. На левой стороне и там и там грустит в одиночестве слот под две сим-карты стандарта Nano. В младшей версии также присутствует слот под микро-SD карту с поддержкой до 256 гигов. На верхних гранях отверстие для микрофона камеры. Но самый главный секрет на нижнем торце. Для старшей модели USB-C наше все. Через этот разъем производится и зарядка, и подключение наушников. В версии Lite полноценный 3.5 мм разъем для подключения наушников и аудио-устройств. А также USB-C для подзарядки. Что по звуку, то на старшинком звук поглубже и погромче. Возможно также благодаря технологии Dolby. Теперь поговорим про фронтальную часть. И вы знаете, Huawei знает что такое хайп. Экраны от края до края, или как их называют в Huawei, Full U Display 2.0. Кстати, в младшей версии этот экран больше на 0.04 дюйма. 5.80 против 5.84 дюйма. У двоих сверху динамик, всевозможные датчики и фронтальная камера. И что же мы видим? Челочка! Да, в этом году многим не дает покоя слава яблочного флагмана с цифрой 10. Много кого она напрягает, но по мне даже ок. Даже появляется небольшая ностальгия по 2002 году. Когда на чемпионате мира футбол великий Роналдо носил похожую прическу. Похож, правда? Забегая наперед, в настройках челочку легким движением руки можно срезать. Та часть экрана станет черной, а под черный цвет будут спрятаться значки уведомлений. Что по размеру челочек, то в старшей версии она поменьше. В обеих моделях установлена IPS-матрица, но в старшей версии стоит подвид матрицы IPS с добавлением белого субпикселя. Для большей яркости и контрастности. Но при взгляде на два смартфона, по-моему, яркость одинаковая. Разрешение экрана в двух смартфонах Full HD. Производительность и батарея. В тесте Antutu P20 набрал около 205 тысяч попугайчиков. Система работает плавно, особых лагов и вздумчивости не было обнаружено. За эту плавность и производительность отвечает процессор Kirin 970 на 10 ядер. С четырьмя производительными, четырьмя энергоэффективными ядрами и двумя ядрами, которые обеспечивают поддержку машинного обучения и искусственного интеллекта. Проблем с играми также не наблюдалось. Все плавно и без просадок. По младшей версии, разница в производительности в два раза. В повседневной работе это почти незаметно. Чуть медленнее открываются приложения, чуть медленнее срабатывают датчики, чуть попроще текстурки в играх. Но стоит сказать, Real Racing 3 подлагивало немножко. Скажем так, обычная производительность для среднячка, но которой будет хватать за глаза. В повседневной работе, конечно. На борту процессор Huawei Kirin 659 на 8 ядер. Работают два смартфона на Android 8 Oreo, только в случае Lite это 8.0, в случае P20 8.1. В обоих аппаратах по 4 гигабайта оперативной памяти. Постоянная память также внушительная. У P20 Lite 64 гигабайта с возможностью расширения на 256 гигабайт. В P20 царские 128 гигов постоянной памяти, правда без возможности расширения. Теперь поговорим про зарядку и батарею. Хоть два смартфона и стекла, оба лишены беспроводной зарядки. Зато имеется стандартной быстрой зарядки Huawei Super Charge. Позволяющая заряжаться быстро и при этом максимально сохранять изначальную емкость батареи, как при покупке. Емкость. У Lite версии 3000 мАч, у старшей версии 3400 мАч. И пока что этот смартфон является самым тонким среди представителей А брендов. Даже мАч побольше, на 400 в среднем. В трех словах по безопасности. Два смартфона имеют датчик отпечатков пальцев. Так и сканер лица. Работает все моментально. Lite версия немного запаздывает при определении лица, но не критично. Работает просто и четко. Это однозначно лайк. Главное, за что сейчас хвалят телефоны Huawei, так это его камера. В рейтинге авторитетного ресурса DXOMark наш подопытный занимает второе место с рейтингом 102 балла. Угадайте, кто занимает первую строчку? Кто был гублей? Правильно. P20 Pro. Ну а мы давайте сравним камеру в наших двух смартфонах. Камера Huawei P20 разработана вместе с всемирно известной фирмой Leica. Она имеет двойной модуль, основной на 12 мегапикселей с диафрагмой 1.8 и дополнительный, уже ставший визитной карточкой, черно-белый модуль на 20 мегапикселей с диафрагмой 2.0. Фронтальная камера на 24 мегапикселя, диафрагма 2.0. Селфи маны ликуют. Смартфон может записывать видео в 4К с 30 кадрами в секунду, либо Full HD с 60 кадрами. Имеется функция замедленной съемки в 960 кадров. В Lite версии фронтальная камера на 16 мегапикселей, диафрагма 2.0. Основная камера 16 мегапикселей плюс 2 мегапикселя второй модуль. Видео Full HD при 30 кадрах. Теперь сами кадры и ощущения от них. Первая. Съемка в режиме авто. Зашел и щелкнул. P20 выигрывает по насыщенности цветов. Lite фотографирует не хуже, картинка вышла ярче. Кому-то больше понравится даже так. Селфи. Во фронтальных камерах используется режим красота. И я решил проверить, где же я буду хуже выглядеть при выставленном максимальном уровне красоты. На P20 вышло светлее, а вот на P20 Lite по мне сохранилось больше деталей. Ночная съемка. Не зря на презентации P20 и P20 Pro делали упор на ночную съемку. Детали и свет, конечно, лучше на P20. Всему виной современный датчик изображения с размером пикселя 1.55 микрон. Интеллектуальная съемка. Здесь мы проверили способность адаптироваться под объект. В данном случае камерой P20 был выбран режим цветы. И что сказать? Искусственный интеллект, руль. И опять-таки, P20 Lite делает фото так же здорово. Но P20 и тем более P20 Pro это новая планка. Детали, цвет, глубина отлично. Ну и видео. По детализации проблем нет и там, и там. Но в P20 имеется оптическая стабилизация. Она и делает массу. Практически нет тряски. Если же стабилизацию отключить, картинки примерно сравниваются. Вот такие камеры. Подводя итог обзора, хочется сказать, что Huawei показал новые клевые девайсы. И какой же из них выбрать? Если вы не очень требовательны к производительности и частности тяжелым обильным играм, вам нужна достойная камера и свежий дизайн. Ваш выбор P20 Lite. Если же вы хотите топовую камеру, почти топовую, но за глаза хватающую производительность, все новомодные фишки, классный дизайн, свежее цветовое решение, то смело берите P20. Выбор, конечно, всегда за вами. Ну а мы вам в этом всегда поможем. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. И помните, пятый элемент всегда на вашей стороне. Пока.